Приветствую вас, и для начала я, пожалуй, хотел бы отметить, что в некоторых аспектах не совсем согласен со своими коллегами, хотя и понимаю, почему они так говорят. Вы сказали, что от вас ушел муж, а вы подали на развод. То есть тут, на мой взгляд, наблюдается небольшое такое противоречие, потому что, смотрите, получается как, муж от вас уходит, а вы подаете на развод. Разве не должен, по определению, подавать на развод тот, кто уходит, потому что именно того, кто уходит, получается, что это не устраивает. Это, тем не менее, одна из моментов, одна из тонкостей, которые я хотел бы, чтобы вы прояснили. Вы пишите о том, что вы, значит, ощущали, что муж вас любит, вы чувствовали, что у него есть к вам взаимные чувства, но потом он перестал. Он перестал вас любить. Вы знаете, в этой ситуации мне бы очень хотелось, чтобы вы, знаете, не пытались брать на себя одновременно. Вот слишком много-много, да, то есть, чтобы вы не пытались именно винить себя во всем, но, с другой стороны, чтобы вы отдавали себя очередь в том, что вот ничего просто так не бывает. То есть, что если мужчина вас разлюбил, как вы говорите, значит, у вас были определенные проблемы. И эти определенные проблемы, они, ну, в любом случае, в любом, при любом раскладе, эти определенные проблемы имеют место быть. И их просто эти проблемы нужно выделить, их просто эти определенные аспекты нужно понять. То есть, что произошло у вас с мужем. Либо вы что-то делали, значит, ну, что-то делали, имею в виду, я, что-то делали такое, что вашего мужа от вас отдаляло. Или у мужа просто у него самого что-то поменялось, что, ну, что он перестал испытывать к вам чувства. То есть, вот с этими аспектами нужно разбираться по-другому, их не увидеть. И то, что вы говорите, что вы чувствуете себя обделенной любовью и недостойной, это связано с тем, как вы воспринимали своего мужа. То есть, если вы говорите о том, что вы не обделены любовью, то, простите, получается, что вы хотели для себя любить. Вы хотели, чтобы вас любили. Вы боитесь, что вас, ну, не будут любить. Вы боитесь, что вы останетесь без любви. И, соответственно, то, что прямо вытекает из этого вывода, это то, что вы, ну, не даетесь в чем-то по отношению к своему мужу. То есть, у вас к нему потребность. Вы в нем видите источник удовлетворения своих потребностей. И если мы говорим об этом, то получается, что вы неравноправный партнер в отношениях. Получается, что вы человек склонный достаточно явно к зависимости, к зависимым отношениям. А если так, то этого не мог, не мог этого не видеть ваш муж. И, возможно, именно это стало причиной, по которой он от вас ушел. И, возможно, это стало тем стимулирующим фактором, который заставил вашего мужа от вас уйти и завершить с вами отношения. И тогда, если говорить о том, чем вы можете себе помочь, то здесь нужно явно сказать так, что в первую очередь вам нужно перестать быть зависимой. Быть зависимой от любви. То есть, если вы вступаете в отношения с мужчинами, если вы вступаете в отношения с мужчинами, да, то вы не нуждаетесь с чем-либо от них. Вы вступаете с ними в отношения для чего? Для того, чтобы сделать мужчину счастливым. Для того, чтобы отдать ему то, что ему нужно. Вот. Именно для этого вы вступаете в отношения. Если вы вступаете в отношения для чего-то другого, то это означает, что у вас есть свои собственные потребности, которые вы пытаетесь реализовать через другого человека, в данном случае через мужчину. И это делает вас уязвимой. Значит, вам необходима работа над уверенностью в себе, над самооценкой, над четкой осознанностью своих плюсов и минусов, и, возможно, над моделью женского поведения, которая бы позволила вам устраивать отношения с мужчинами на более, на более качественном, на более высоком качественном уровне. Я бы сказал так. Вот. Это первое. Второе, значит, то, что касается, значит, то, что касается непосредственно того, что у вас муч, что, безусловно, для вас это психотравма, безусловно, вам, для вас многое изменилось, безусловно, что сейчас вам приходится менять привычные модели своего поведения. Это не просто, это достаточно тяжело, вот. Но, тем не менее, вам необходимо, во-первых, адаптироваться в новых условиях, и в этом вам может потребоваться помощь. А во-вторых, как я уже говорил вам, значит, как следует разобраться в причинах, по которым ваш мужчина от вас ушел, и четко определить степень своей ответственности. количество причин с вашей стороны, которые спровоцировали мужчину на уход, и вместе с тем четко определить для себя, значит, причины, по которым мужчина ушел сам. То есть, есть очень большая вероятность того, что вы здесь вообще ни при чем. Мужчина не обязательно ушел от вас, только потому, что вы что-то не так сделали. Мужчина мог уйти и просто, потому, что изменились его какие-то взгляды, изменились его какие-то ценности, изменились его представления. В конце концов, он сам мог измениться. Вы не написали, сколько вы времени пробыли вместе, но раз вы были мужем и женой, то, соответственно, срок этот был не самый маленький. Вот. То есть, понимаете, какая получается ситуация, что есть очень серьезные травмирующие для вас, травмирующие вас обстоятельства. Есть очень серьезные травмирующие вас ситуации. И в этой ситуации нужно правильно определить себя, правильно определить свою позицию в этой ситуации, потому что без этого не получится сделать правильные выводы. И без анализа этой ситуации не получится понять причины, в которой вы оказались в ней и при посылке для этого. И тогда я предлагаю вам сделать следующее. Для начала я предлагаю вам провести анализ ваших отношений с мужем. Как встретились, значит, как отношения развивались, как вы были в браке, значит, что у вас было в браке, какие были проблемы в браке, почему муж ушел и так далее. Это первое. Второе. Прианализировать ваши потребности и откуда взялись у вас эти мысли, которые вы здесь озвучиваете, что вы недостойны любви, что вы боитесь, что вас больше никто не прав, и так далее. Чего вам для себя не хватает? Почему вы нуждаетесь в любви другому человеку? Зачем вам эта любовь? Нельзя нуждаясь в чем-либо в контексте человека, нельзя нуждаясь в чем-либо вообще от человека вступать в ним в отношениях. Это не делает вас более, я бы сказал, ну, это не сделает вас счастливой, понимаете? Это не даст вам абсолютно ничего. И тогда необходимо уже прорабатывать вашу потребностную сферу, чтобы вы ее осознавали и учились свои потребности удовлетворять самостоятельно. Это точно очень важный момент. А откуда идут потребности? Потребности идут, скорее всего, из детства. То есть, если вы нуждаетесь в любви, значит, вам ее не хватает. А почему вам ее не хватает? Потому что в детстве вам не додали ее родители. И, соответственно, детско-родительские отношения здесь выступают на передний план для анализов. Вот так вот, я думаю, с вами нужно работать. И именно так вы можете себе помочь. То есть, именно себе вы можете помочь тем, что вы пишите для себя свои сильные и слабые качества и проанализируйте их, насколько они у вас являются таковыми. А основная работа, которую вам нужно будет проводить, это работа с психологом и, скорее всего, неоднократная консультация. Это самая лучшая помощь, которую вы можете сделать. Не нужно только, еще раз хочу повторить, не нужно только однозначно воспринимать эту ситуацию. То есть, воспринимать ее в контексте либо вашей вины, либо в контексте вины своего мужа и так далее. С этим мы разберемся. Кто и за что и почему несет ответственность. Но, еще раз повторю, с этим нужно разбираться. Проблему вы описали достаточно серьезную и ее нужно решать. Это правда. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.